Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне на кухню, с вами Виктория. Сегодня готовим шоколадный пирог с шоколадной глазурью. Такой пирог отлично заменит любой торт, готовится просто, быстро, получается очень-очень вкусный и просто тает во рту. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и интересных рецептов. Для приготовления нам понадобятся самые простые продукты, полное их количество вы найдете в описании под видео. Замешаем тесто, в миске смешиваем 3 яйца, щепотку соли и 180 грамм сахара. Взбиваем миксером белую пышную массу. Масса должна хорошо увеличиться в размерах и побелеть. У меня этот процесс обычно занимает 5-6 минут. Если вы любите послаще, то добавляйте 200 грамм сахара. Вот такая примерно масса должна у вас получиться, этого будет достаточно. Добавляем 2 чайные ложки экстракта ванили и 60 миллилитров растительного масла без запаха. И еще раз все недолго перемешиваем миксером. Стакан молока немного подогреваем в микроволновой печи. В течение 1 минуты, чтобы молоко было слегка теплое. И затем начинаем просеивать муку. У меня уходит 280 грамм муки. Ориентируйтесь на вашу консистенцию теста. Я рекомендую сначала добавлять 250 грамм. И затем по мере необходимости можно еще добавить плюс-минус 30 грамм. Добавляю пол чайной ложечки соды и полторы чайные ложки разрыхлителя. Все тщательно просеиваем. И добавляем 40 грамм темного какао. Какао берите обязательно не сладкий. И начинаем все тщательно перемешивать миксером до полной однородности. Одновременно подливаем слегка теплое молоко. У меня 230 миллилитров. И так постепенно, чередуя, добавляем немного молока. Перемешиваем. Когда консистенция становится однородной, то добавляем еще небольшую часть молока. И продолжаем перемешивать. Так до самого конца. Пока тесто у вас не станет полностью однородным. Вот такая примерно консистенция должна у вас получиться. Тесто получается не густое. Оно стекает ленточкой с лопатки. Подготавливаем формочку. У меня сегодня прямоугольная форма. Я ее застелила пергаментной бумагой. Немного смазываю растительным маслом. Размер моей формы 17 на 23 сантиметра. Можно использовать любую формочку диаметром 22-24 сантиметра. С помощью деревянной шпажки делаю вот такие разводы, чтобы убрать лишний воздух из теста. И чтобы пирог у нас запекался равномерно. И отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, ориентировочно на 35-45 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Также тесто я прикрываю куском пергаментной бумаги. Можно прикрыть фольгой, чтобы пирог у нас не слишком разорвался посредине и не образовывалась слишком высокая шапочка. У меня пирог запекался ровно 45 минут. Проверяем его деревянной шпажкой. Шпажка должна выйти сухая. Даем пирогу немного остыть, затем извлекаем его из формочки. Убираем пергаментную бумагу и даем ему остыть до самого конца. Посмотрите, какой красивый, пышный получился у нас пирог. Пока пирог у нас остывает, приготовим шоколадную глазурь. Для этого смешиваем 200 грамм темного шоколада со 100 миллилитрами молока. Добавляем 50 грамм сливочного масла и ставим растопиться в микроволновую печь короткими импульсами. И затем все тщательно перемешиваем до полной однородности. Это можно сделать силиконовой лопаткой либо обычной ложкой. Вот такая примерно по консистенции должна получиться глазурь, не слишком густая и не жидкая. А более подробное приготовление этой глазури вы сможете посмотреть на моем канале на отдельном видео. Ссылочку я оставлю в описании. Затем делаем вот такую конструкцию. Выкладываем тарелку сверху, на нее накладываем решетку и выкладываем наш шоколадный пирог. Таким образом, оставшаяся глазурь останется в тарелке, ее можно будет перелить в баночку и использовать просто как шоколадную помадку. Сверху поливаем полностью пирог глазурью, немного разравниваем. Чтобы слой получился потолще, я это делаю в несколько раз. При желании пирог можно разрезать также на 2-3 коржа и промазать между коржами тоже шоколадной глазурью. Получится тоже очень вкусно. Даем глазури немного стечь и прикладываем пирог на блюдо. Нарезаем на порционные кусочки. Получается очень-очень вкусно, поверьте. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Не забудьте поставить лайк, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного чаепития, прекрасных вам тортиков и пирогов. Всего вам доброго и до новых встреч! С вами была Виктория. Субтитры сделал DimaTorzok